Будто бы взорвался на вопросе Михаила по поводу соперника Не, не взорвался, я просто добавил изюминки Знаешь, если честно, хотелось так же, как в поп-мма выскочить Кому-нибудь так с ноги прыгнуть там, или что-нибудь еще Ну, чтобы люди чуть-чуть, а то засыпали уже, и все Вот так А тебя, ну, что именно завело в этом вопросе? То есть ты как будто чуть, это, вышел из себя, короче Ты про Мишу, да? Да-да-да Ну, смотри, во-первых, меня бесят вопросы, знаешь, такого плана Вот я звонят и говорят, слушай, ты уже старый? А у тебя сил-то нормально? А вот кто-то сказал, что у тебя там, не знаю, ты уже еле ходишь Как ты драться-то будешь? А если ты проиграешь, что ты будешь делать? Может быть, так, подожди, так если ты проиграешь, ты никому будешь не нужен Что ты будешь делать? То есть я сижу сейчас, настраиваясь на бой Меня спрашивают только про одни неудачи, для чего? Зачем мне об этом говорить? Зачем? Понимаешь? Вот это меня подвыбешивает Реально, нужно готовиться к вопросам Нужно нормально спрашивать То есть у меня бой с Ильичем Ильич серьезный боец, который хочет меня избить Понимаешь? И меня спрашивают А вот если вы... Я сюда ехал, что думать, если я проиграю, что будешь? Что за тупость вообще? Ну, ты видишь, может, людям как раз это и надо Зато с этого момента... Да не надо это людям Это понимаешь? То есть пойми Вы являетесь теми, кто людей направляет на то, что им нужно Ты сам не замечал, что ли? Сидит комментатор, говорит Этот, тот-то, тот-то ему не хватает И миллион комментариев ему это не хватает Да они все повторяют, понимаешь? У нас думающих людей не так много А тот, кто думает, он не будет в интернете об этом писать Вот и все Вот сейчас, как это берется? Это берется отсюда Зачем спрашивать вопрос про Васильевского Который к бою не готов на 26-й У него травма Зачем про него говорить? Я не понимаю Что за во? Ну, опять же, вот с этого момента, видишь, начался такой... Начался эмоциональный такой паспорт Смотри, Николай Клименко говорит Мы ему хотели сделать бой с другим соперником на 26-й Он не успевает восстаниться от травмы Я сейчас, как думающий человек Вот я сейчас, как думающий человек Предполагаю, он готов будет драться со мной в этом бою? Или нет? Если он не успевает восстановиться Не готов А зачем про него говорить? Я не понимаю Давай про Жакаре говорим Который тоже не успел к моему бою подготовиться Почему про него не говорить? Это больше нейм, чем кто-то нейм Правильно? Все же любят это Вот так Я так понял еще про Александра Ильича Ты так пытался отстоять его, ну, такую известность, что ли? Нет, я ждал, я ждал, что вы зададите ему вопрос И можешь еще раз ему задать вопрос, который я задал про Сербию Понимаешь, к сожалению, я бы хотел, чтобы весь мир Была одна Россия Да, я бы хотел, конечно Но мир не является одной Россией У нас есть очень много других стран Понимаешь, и там живут такие же люди, как и мы И у них есть свои герои И приоритеты, правильно? Ильич очень много дрался в Европе Его очень хорошо знает в Европе Побольше, я уверен, чем Славу Понимаешь, вбивая его фамилию в интернете Мне вылезает куча Мне до сих пор вылезает в Ютьюбе Предложение на его интервью, на его бой, на еще что-то И когда я слышу это, мне просто понимают, что людям просто охота, чтобы они понимали То есть бойцы, вы тренируете тело, но не забывайте про голову То есть я объясняю людям, что такое ноунейм Это тот человек, про которого имя вообще ничего не слышно, ничего не известно Но если ты просто вбиваешь в простейшем поисковике, в самом простом интернете И там куча всего вылазит Нельзя назвать это ноунейм Нельзя, но согласись Кто это все написал? Кто? Ну просто имелось в виду, допустим, в Европе Для меня лично, да, вот если я сейчас не знаю Для России Для российских любителей ММА Ну согласен, не согласен, вообще не согласен Нисколько, знаешь Мы проводили пример один, если ты посмотришь в видеоблоге У меня, или у этого Александра Лютикова было Про Алексея, в Омске говорили про Роберта Туменова так же Так же нам Я просто вот буквально первых попавшихся Пожалуйста, или еще что так же Давай его секунданта позовем, спросим Но мы, мы, зачем мы там, мы себя позиционируем как международная организация Чтобы только делать все, что интересно России Ну, очевидно, что нет Ну, вот и все Вот еще, получается, когда я вчера, типа, по-моему, написал про интервью Ты сказал, что, ну, посмотрим, весогонка будет И вот я как будто в первый раз, ну, так сказать Ты столкнулся с какими-то проблемами на весогонке Или что вот тебе нужно так постараться? Нет, я вообще даже не гонял еще Ну, пойми, время-то нету Как бы все равно надо отдыхать Я же сейчас не ем Мне лишние вот эти передвижения Да и я бы с тобой пообщался, но Ты мне написал, что ты прилетел за полчаса до выезда сюда Как мы встретимся? Нет, я думал, что просто в целом у тебя, знаешь, есть такая потребность Чуть больше времени уделить весогонке Нет Вот насколько ты сейчас до этого, получается, до боя Там за две недели буквально очень много разъезжал Как на тебе это сказалось, вот сейчас, когда остается пару дней до поединка Чувствуешь ли ты, что это, в принципе, сказалось или пока нормально? Ну, я по себе, я тебе точно могу сказать Пока не чувствую Пока все нормально, но у меня не было сверх каких-то, знаешь, сверхнагрузки еще У тебя еще такое было полуэмоциональное потрясение или не потрясение Недавно с участием твоего бойца была такая очень шумная история, связанная с попом Я говорю про Артема Рофоля, да, что его бой слетел из-за того, что на него напал Шамхал Чурчаев с компанией в отеле Как ты узнал об этой ситуации, в принципе? Смотри, мне просто, я лег спать, проспать с утра у меня пропущен от Андрея Корешкова Я ему позвонил, спросил, он мне сказал, всю ситуацию обрисовал Если кому-то неизвестно, знаешь, меня там тоже в этих пытаются обвинить, что я там молчу или еще что-то Ребят, то есть ситуация такая, как бы Артем в состоянии сам за себя ответить, и он уже ответил Если кому неизвестно, можете набрать Артем Рофоль, и вы увидите ответ, что он сделал Кому непонятно, что происходит в ситуации, я объясню Артем не был к ней готов, почему? Потому что у нас в Омске не принято нападать шестером на одного, не принято И когда тебе открывают дверь в свое жилище, и ты поворачиваешься спиной, со спины тебя никто не ударит в Омске У нас так не заведено Здесь у людей заведено, то есть он открыл, запустил их на разговор Они на него напали со спины в шестером Получили отпор и быстро оттуда ретировались Артем не был избит, его секундант не был избит У них нет к ним претензий У них только одно непонимание Если вы хотите что-то выяснить, пожалуйста, он в любой момент скажите, когда он готов выйти И все это выяснить один на один Но если кто-то не умеет драться один на один, а ему нужно один против шестерых Это другой вопрос, понимаешь? Поэтому что тут обсуждать? Ну, знаешь, была такая реакция Я знаю, смотри, реакция была, там начали говорить, Артем просто не хотел привлекать вообще к этому какого-то внимания Ну, как бы, ну, что привлекать тут? Ничего там такого сверхъестественного не произошло, понимаешь? То есть, а там начали писать, что он там чуть ли не в больнице, чуть ли не при смерти Его там избили, пробили, убили Я напосредственно, непосредственно позвонил Артему сразу, как узнал Я увидел по видеосвязи Мне показали видео, что у него все нормально Что у него нету никаких там потрясений, чего-то еще И поэтому, ну, что тут раздувать? Ну, я имею в виду, у тебя не возникло тогда желание, типа, приехать, что-то решить тоже Знаешь, как это бывает в некоторых компаниях? Решил, он сам все решил, в чем тут, понимаешь? За что решать-то? Его, что, я же еще раз говорю, его что там, как-то, как-то обидели или еще что-то Пацаны, у нас, наши пацаны в школе Шторм, они готовы сами решить Понимаешь? То есть, мы их учим не то, что мы будем за них бегать и что-то решать А мы их учим жизнь Мы даем им эти... даем им направление То есть, они сами могут решить любой вопрос Этот вопрос они решили красиво, я так считаю Понимаешь? Вот и все Вот еще просто, да, это связано как бы тесно с Попом и, в принципе, вот с этим Шавхалом Чурчаевым, да, который стал главным участником этой всей истории И буквально там через несколько дней он тоже стал участником истории, где он направил пистолет на персидского дагестанца, он же Мухаммед Хейбати А не знаю, не считаешь ли ты, что это уже в какую-то сторону прям нездоровую идет в целом такая тенденция? Ну, мне сложно комментировать ситуацию, я просто не в курсе, кто там что направил Это надо сначала разобраться А ты не видел, да? А где это? Там подкаст снимали какой-то и вот сидел Шавхалов Чурчаев Я не слежу за ними, понимаешь? Просто это вирусилось из-за того, что как раз такой инцидент стал? Мне, наверное, мимо прошло этого вируса, я как-то не особо в курсе А так хочу сказать, что, конечно же, все эти шоу, понимаешь, рано или поздно могут вытечь на улицу И всем участникам, которые выходят на улицу из этих шоу И чтобы они понимали, что если вы вышли на улицу, это же уже не шоу, это уже жизнь И может быть уголовная ответственность за это, вот и все Просто нужно быть к этому готовым